Милый друг, хорошо, что мы вместе Ты плыви, моя нотка, плыви А сердцу хочется ласковой песни Ишхагушей большой любви А сердцу хочется ласковой песни Ишхагушей большой любви Я получил очень интересные отзывы На свой, как бы там его назвать На свои пожелания избавиться от живота И вот я сейчас вам почитаю Ваш канал Ваш канал, ваш канал Ваш канал Ваш канал, ваш канал Канал, 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 канал Эх, канал, раз, канал Два, канал Канал развивается так скажем значит смотрите растет живот место по рейтингу 1 из 10 просмотры 690 это за за один день 40 минут после публикации средний просмотр в минутах 3 минуты 56 секунд время посмотра в минутах уже просмотрели намоталась 2700 так перейти к комментариям комментариев 40 и вот как раз мы на эту тему особо и поговорим начнем но начнем с самого верха день назад пуля серебряная очень интересно уверена что все за что вы берете все получится в лучшем виде опа сердечко мое высокопрегрешимый у вас же склотали не болди билдерский а тяжелоатлетический худая поясница у вас вряд ли будет вот смотрите дело в том что мне не важно там то есть вот смотрите существует как бы сказать классика тело строительства где талия должна быть тонкая там плечи широкие но это найти мода нам навязана но есть совсем иная правда жизни а это чтобы человек от выглядел гармонично допустим нам нравится и давид с прощой но нам нравится и геракл мощная фигура которого стоит мы восхищаемся как теми так и другим нам нравится и аполлон статуя аполлона то есть у каждого должна быть своя своя фигура тем более если знать что речь идет об индивидуальной конституции и вот у каждого из нас индивидуальная конституция и и она должна быть для нас идеально то есть чтобы мы свои индивидуальные конституции Выглядели идеально для себя Ну я попытаюсь приблизиться немножко к своим идеалам Вот о чем речь Поэтому тут не надо говорить о каких-то там бодибилдерской, тяжелоатлетической или еще какая-то Важна индивидуальная красота каждого человека Вот к чему я стремлюсь Далее Татьяна Ефремовна Ну я знаю, как другие, а мне у вас все нравится Прекрасно Вы знаете, мне тоже самому все нравится Ну я вот решил А почему бы немножечко себя не усовершенствовать Тем более, что начали отпускать у меня боли в суставах Там еще немножечко так в пояснице что-то там такое То есть я не могу приседать так активно чем-то заниматься на нижнюю часть тела Ходить нормально, все там такое А вот на верхнюю часть, которая у меня особо побаливала Но, но Сейчас я разные вещи делаю для того, чтобы это не болело И плюс я стал заниматься Ну и думаю И думаю, вот знаете Можно много говорить Но для людей очень важен пример Если человек чего-то там добился И это показал Люди к нему тянутся А если человек ничего не добился Только языком Естественно, ну что с него брать пример Он может говорить обо всем там каком-то там высоком Или там о каких-то там результатах Вот я бы, я бы, я бы А на самом деле он ноль Вот, что я хочу вам сказать Ну, так кратко повторю Я мастер спорта по тяжелой атлетике То есть я знаю Как поднять 200 килограмм Потому что я их сам поднимал Далее Я знаю, как сесть в лотос Потому что я сидел там В закрытом лотосе И могу научить любого Далее Я 40 суток голодал 15 лет я шел к этому И я этот процесс Ну, хочу сказать Что хорошо освоил И могу любого научить Тем более с учетом Собственной индивидуальной конституции Наконец-таки я кое-чего добился Так сказать Мистик по своей природе Тоже могу что-то подсказать Потому что люди там говорят А то-то, то-то, то-то А сами, а что у тебя есть? Да у тебя ничего нет Ну, я к этому не стремился Это, как сказать Плоды того труда Которые я проделал В определенном направлении Что касается книг Пожалуйста Я их написал в кучу И смотрите Я мог бы сказать Вот дайте мне деньги И я сделаю для вас Целебную кулинарию Такую передачу Которой ни у кого нету Что за передача получится? Кому там деньги дать? Куда пойдет? Непонятно А я взял Да, сделал целебную кулинарию То есть это как раз передача Для телевидения И аналогом Такой передачи Доброй Продуктивной Полезной Обучающей Нету до сих пор Я могу еще кое-что Но это сказать Я могу кое-что А я вам перечислил то Что я не просто Могем А Могем Сделали Поэтому Я решил Немножечко Так сказать Поработать Над Над своей внешностью И здесь очень важно Так, ладно Пока Татьяну Ефремову Оставим Отзыв Перейдем к Андрею 2016 Вот это вызов Если все пройдет Как запланировано Я тоже займусь Животом своим То есть Вот здесь-то Вот здесь-то Я уже Со своего Собственного Опыта Хочу сказать Очень важно Вот Вы видели Что я имел И талию И там Животом И ба-ба-ба Все-то Все-то было Все я умел Но Вот Сохранить это Либо Либо внов Достичь Нечто подобного Для своего Возраста И так Чтобы это У вас Удержалось А не знаете Я подготовился А допустим Показал результат А потом Все я расслабился Опять все вернулось На свои места То есть я хочу так Чтоб я стал Несколько По Своей форме Другой Личностью Вот Что примерно Я добиваюсь Для себя Такая цель То есть Чтоб Меньше тут было Меньше тут было Немножечко А тут побольше было Я же Готовлюсь На Жим 110 кг К новому году Так Пуля серебряная Посмотрела сейчас Старые съемки Просто Офигела Извиняюсь за жаргон Геннадий Петрович Как вы виртуозно Овладели на тот момент Мышцами живота Настоящий йог Просто Класс Да Далее Аннушка Аким Я тоже не ожидал Я знал Что Петрович Раньше его занимался Но так Профессионально А вы знаете Вот для того Чтобы в чем-то Достичь успеха Очень важно Позаниматься Действительно Профессионально Для того Чтобы что-то Понять Знаете Вот На уровне Высочайшего Профессионала Надо Какой-то Путь пройти И не просто Путь А Чтобы что-то Такое было Поэтому Вот Если Взять Голодание То Вот Лично Я считаю себя Одним из лучших Специалистов Хотя У меня Нету Как бы Сказать Каких-то советов Кому-то там Чтоб я давал То есть У меня нету Клиники Где я бы Смотрел Как там Голод идет И так далее Но Для себя Я Очень много Понял И думаю Что вот Я Довольно-таки Профессионал В этом деле Высокого Уровня Потому что Не просто там Голодание Как бы сказать Там с учетом Того-сего Это Голодание С учетом Лунного цикла Голодание Сезона Вода Голодание С учетом Индивидуальной Конституции Голодание С учетом Духовных Развития Способностей И прочих Иных проблем Взаимодействия Духа И тела Это все Касается Голода Вот тут Я могу Кое-что Сказать Такого Что Другими Не снилось Так Скажем Так Персона ТА 22 часа Дазад Вы мой кумир Вот так Чтобы А вот Как быть Чтобы не Подхватить Геморрой Ну ладно Кратко Отвечу Так как я В прошлом Геморройщик Со стажем Было у меня Такое После того Как я Мне сделали Аппендицит В В 19 лет В 19 На 20 году На 20 То есть 20 сентября Нет В 19 лет 20 сентября 20 сентября Через печень Через печень Именно там Печень Не пропускает Венозную кровь И начинает Дуть Венозная кровь Создает давление В прямо кишечных Венах В Венах Ног И так далее И тому подобное Как только Это Уберете Сразу Пройдет И дальше Надо поддерживать Я это сделал Только знаете Как по волшебству Оп Был геморрой Нет геморроя Но потом Надо придерживаться Потому что Это То есть Заболевание Вообще Заболевание Которое Кроме Как Каких-то таких Случаев Связанных С операциями А вот так Заболевание Как-то раз Возникло Возникло Ага Как-то там Его устранили С помощью Каких-то Лекарств С помощью Еще чего-то Вроде бы Нормально Через Некоторое Время Она появляется Это Говорит о том Что Образ Жизни Порождает Это Заболевание Поэтому Надо обратить На образ Жизни Его Убрать И все Будет Нормально Так Дмитрий Бондарев При соединении С вашим Флэшмобу Тоже Есть Над чем Поработать Это Очень Хорошо Понимаете Вот Человек Человек Ну Такое Существо Что Он Всегда Хочет Выглядеть Как-то Лучше Энергичнее И Кстати Вы чувствуете Какая Энергия С меня Прет Как Говорится Я сам Не ожидал А этого Что же Надо достичь Вот как-то Мне говорили Вот ты Профукал То Что дал тебе Голод Энергию Или еще Что-то Зато Я Заработал Несколько Иными Вещами Тебе Могут Энергию И прочую Способность Как бы Дать Авансом И посмотреть А что Ты Сделаешь А ты Профукаешь Это И все И ничего Не будет Именно Это Было У меня А вот Когда ты Осознанно Вот Знаете По ступенечкам По крупицам Набираешь И понимаешь Что этот Аванс Надо Отработать Заработать Вот Тогда это Твое Будет И оно У меня Есть Ладно Поехали Дальше Так Влад Петрович Все таки Надо еще Диету Подключить Да Вы об этом Лучше меня Знаете Ну конечно Конечно Ой Ах Диета И то Не знаю И это Вчера был День рождения У Жены Ой Пришли Все домочадцы Купили Два торта Она там Наделала Мясо И естественно Я Вот так сказать Вот растет Живот Чтобы все это Там Как-то Что-то там Придержаться Ну не хочу Сказать Что я Оторвался Но Нечто Подобное Произошло Я съел Два Таких Больших Кусочков Мяса Далее Я съел Торт И все Вроде бы Нормально А ночью Сердце Как начало Бухать То есть Пищеварение Торт Был Масляной Оно Началось Где-то Примерно Часа В три Ночи До этого Все В масле Там Плавало Все Это Готовилось Очень Тяжело Было Вот такие Вот вещи Есть И срывы Будут И Прочее Прочее Но Главная Прокол Но надо выставить какую-то очередность, и мне хотелось бы сначала календарь закончить, этот круг, этот круг святых, вам возможно и не надо, хотя там столько интересной информации, для вашего развития это колоссально, я просто обалдел, когда столкнулся с людьми, которые занимались духовными практиками, просто это надо видеть и понимать. И делая свой календарь, я с ними взаимодействую, и когда я отправлюсь туда, меня встретят как своего, это на будущее, так что я стараюсь не разочаровывать, но вот я делаю такие видео, по крайней мере вы 1700 видео, вы можете на любые там мои видео, предыдущие заходить, вы можете для себя просто видео, которое никак не названо там. Просто какое-то отвлеченное название. Но найти нечто такое, чего вы нигде можете не найти. Смотрите это. Так. Роза Коченюк, я с вами, ГП, тоже буду втягивать живот. Я уже втягивал сегодня раза два, и как раз вот именно вот это втягивание живота в вакуум, или у Диана Бандха по-йоговски, это способствует тому, что действительно возбуждает энергетические центры, расположенные в солнечном сплетении, и начинает там плавить жир, лишний жир, восстанавливает нормальную работу органов. Кстати, возможно из-за того, что я начал вот этим вот делом заниматься, у меня подтянулись органы, больше стало всего, энергии. Эта вещь очень и очень нормализует. Я в свое время, знаете, что слышал? Что Галина Сергеевна Шаталова там чуть ли не по несколько тысяч раз в день делала вот это вот упражнение для того, чтобы оставить внутренние органы на место. Ну я слышал, может это неправда, может это преувеличено, но тем не менее это упражнение очень хорошее, препятствующее преждевременному старению, препятствующее преждевременному опусканию органов там малого таза и середины, брюшной полости вниз, где они там сдавливаются и прекращают нормально работать. Отличная вещь. Ну естественно оно делает Италию, но опять-таки слишком увлекаться не стоит. Конечно, можно, знаете, поделали, вернули себя в норму и потом поддерживаете. Если что-то чрезмерно делается, то это начинает обременять вас. Вот тут я очень много на эту тему говорил раньше, найти вот эту грань, чтобы вам было интересно делать, польза была и ненавязчиво было. Ха! Как я сказал! Наталья Боровик, вставляю лайк, у вас все получится. Для вас это пустяк с вашей силой и волей и другими наработками. Ну, знаете, Наталья, возраст он свое берет, возраст. И воля там, как говорится, так сказать, надо создать мотивацию, надо ее поддерживать. Это не просто так все делается. Я буду стараться. Так, Сергей Баранников, в Китае живет этот призрак благополучного человека, которому не хватает на сладости жизни. Задирают майку, чтобы дамы видели, какой богатый призрак благополучного человека. Ну, это так сказать. Вы знаете, вот интересно Сергей сказал, да? Благополучного человека, сладости жизни, чтобы видели, какой он богатый. То есть богатство. Есть такое божество, которое знаменует собой богатство. Это такой очень толстый такой, довольный мужчина сидящий. Здесь вот каждый, конечно, трактует мой, так сказать, посыл по-своему. Я лично, для того, чтобы вот измениться сам. Кто-то, конечно, вот как Сергей, он подумал, что вот так, что я хочу чем-то там похвастаться или еще. Я просто демонстрирую, как я живу, что я делаю. При этом стараюсь, ну, делать это не так уж навязчиво, как вот этот. Вот смотрите, какой у меня там пресс, джигалопресс ввергает меня в стресс. Или еще там что-то такое, машины, дом и прочее, прочее. Но для того, чтобы быть открытым, надо вот так с вами беседовать. Если я хочу что-то утаить и что-то там такое с вас поймите, это совсем другой разговор будет. Это совсем другой уровень общения будет. А я стараюсь с вами доверительно общаться, вот, как сам с собой. Что я вот стараюсь вот так вот. Ну, получается вот так. Я сделаю так, ну, получается вот это. Очень, конечно, трудно добиться того, чтобы вас понимали именно так, как вы это хотите. Далее. Надежда Ногомерзаева. Добрый день, Петрович. Подписалась на вас. Шанель. Нет у вас никакого животного, просто гиперстонический тип сложения у вас. А насчет вакуума полностью с вами согласна. А женщинам посоветуйте возрастным, у кого немного обвисло животное, делать ежедневно подтягивание внутренних органов. Как учит Астровский, очень заметно подтягивает на себя, проверит. Ну, пожалуйста, как он учит, делайте так. Но, опять-таки, вот знаете, есть такие рецепты, такие методы, которые, как бы сказать, можно себе присвоить. Ну, я думаю, что Виталий Астровский не стал присвоить. Он просто сказал, а на него ссылается, что вот так вот. Я делаю вот, вот смотрите, по-современному это звучит вакуум живота, а то, что было известно тысячи лет назад, это у Диана Бандха. Дальше, Руслан Абдиев, Петрович, отношусь с уважением к вам, однако вижу противоречие в данном вызове. Да, там вызов. С одной стороны, убрать живот, а с другой увеличить мышечную массу, причем поясе, ибо масса растет и уходит равномерно по всему телу. Практики разные. Раньше на видео была йога, соответственно, вес тела и биологическая норма и плоская живот от Наули и Агнесара Адхотикрия, а теперь атлетическая гимнастика. Дальше читам. Сколько вам лет на ранних фото и на видео, Геннадий Петрович, если не секрет? Там где-то у меня лет, сейчас скажу, если это 87-8, это год, 36, вот примерно так. То есть 32, это вы летите и там, и сейчас отлично, вообще вы большой молодец. Например, для молодых, ПСМС по поводу удержания физической кондиции на временном этапе очень актуально. Хорошо. Ну, я вот попытаюсь. Со своим организмом вообще можно делать очень и с телом очень-очень такие удивительные вещи. В первую очередь надо знать, как это сделать. Во вторую очередь это надо делать. Понимаете? Это надо делать. Знать мало, надо делать. И тогда получается далее сплав теории с практикой, на основе которого рождается опыт. И этот опыт еще дает новое знание. Лично так у меня получилось во время голода. Дело смотрел, дело смотрел. Так, Сергей Римский. Все очень просто. Как мне сказал День Китая, жрать надо меньше. Но это была, была, была давно такая рекомендация насчет еды. И это, и это хорошая рекомендация на самом деле. Так, Марина Лабутина. Ваш вакуум был прекрасен. Я тоже практикую спорт и правильное питание. Путь к успеху. Ну, к тому, к чему вы стремитесь, это успех. Так, Александр Бойко. Петрович, при камнях в желчном пресс можно качать? Да пресс-то можно качать. Трудно сказать. Могут пойти камни, не могут пойти камни. Ну, по крайней мере, смотря как вы его будете качать. Допустим, если вися на перекладине, ножки поднимать, я думаю, что там не будет такого какого-то особого давления, чтобы эти камни там пошли. Так что можно заниматься этим делом осторожненько, осторожненько. А камни выводить тоже надо, тоже есть масса методик. Тоже у меня в библиотеке набираете книгу «Без очищения нет исцеления». О! Море методик разных и надроблений, и нововведения. Александр Николаев Петрович, у вас абсолютно нормальное живот для вашей Конституции на данный момент. Ну, я не возражаю. И вообще очень смахивайте по телосложению наружеских силачей прошло. Кстати, меня снимали в рубахе, когда была реклама «Лошадиной силы». Там, помните, я в виде такого деда. Так вот, вот эту рубаху одевали на актеров, которые играли былинных богатырей еще с 50-х годов. Эта рубаха, она как-то оленяная, огромная, там какой-то 60-й, наверное, 4-й размер. И она меня была как раз, что стилист очень удивился, говорит, вы там что-то говорите 60-й. Да у вас больше гораздо размер. Я в ней так выглядел. Так что хорошо, видите, блинный богатырь. Так, ну тогда придется худеть и выводить из равновесия ветер. А вы знаете, вот слово «то нахэ» я заменяю на «стройнеть». И сделать это так грамотно, чтобы никакой ветер, то есть сухости и холода в организме не было. Чтобы, знаете, та природная норма живота, которая должна быть, стала без перевозбуждения каких-либо жизненных принципов. Вот к этому-то я стремлюсь. И опять могут начаться проблемы. Втягивания с таким телосложением вам, скорее всего, ничего не дадут. Ну посмотрим, дадут, не дадут. Кстати, все специалисты по сухому голоду, один голос утверждает, что на длительном сухом голоде уходит в первую очередь жир, а мышцы просто усыхают, а потом на восстановлении мышцы становятся крепче, даже без тренировок. А вот жир полностью не возвращается, особенно на животе, и человек становится стройнее, естественно, при условии дальнейшего правильного питания. Может, два, тогда опять прибегнул к сухому голоду. Ну что, я хочу сказать, я и голодал, и по-мокрому, то есть это классическое голодание, и по-сухому. Само больше восемь суток, такой одноразовый у меня был. Что я хочу сказать, ну, знаете, вы выходите из голода, и если вы не поменяли ни пищевых привычек, ничего вы в образе жизни не изменили, все возвращается опять, как было даже еще больше. Поэтому, поэтому-то я от голода и отказался. Да, там голодание – это более мощный инструмент, который применяется совершенно в иных духовных практиках. С его помощью работает. А мы тут сбрасываем вес и так далее. То есть мы этот инструмент буквально-таки используем не по назначению. Для того, чтобы сбросить вес, достаточно действительно меньше есть, правильно питаться и физическое нагрузка, и все будет нормально. Вот примерно я по этому пути и пойду. А специалисты говорят. А что мне говорят специалисты, когда я сам специалист? Эти специалисты что, 40 суток голодали? Вот они, знаете, теоретики, что они 8 суток насухо голодали? Теоретики – это одно, так, сяк, и потом еще там что-нибудь, они вам прокетоновые тела на плиту, такой что. Ну, Сергей Баранников. Нужно всегда втягивать себе живот, попробуйте при ходьбе держать втянутый живот, энергия так концентрируется там. Ну, можно и так, не возражая. Анишкан Аким. Когда мне было лет 7, моя бабушка постоянно говорила, чтобы я живот подтягивала. Я очень возмущалась. Я всегда была очень струйной. И еще не понимала, как можно ходить и говорить при этом с подтянутым животом. Но бабушка объяснила, что и у худых, вот это слово замените на струйных, живот висит, кожа и органы, а если следить постоянно, то потом автоматически ходишь с подтянутым животом. Мне уже 44, и я до сих пор с подтянутым животом. Если иногда забываю, то вспоминаю бабушку. А знаете, а я придерживаюсь несколько иного. Важно себя подать. Это в первую очередь осанка. Осанка бывает царственная, и осанка бывает плебейская. Вот я стараюсь всегда придерживать царственной осанки, ходить прямо. И несмотря на то, что я, допустим, ниже некоторых людей, но хожу прямо, я кажусь выше их. Вот такой феномен заметил. Поэтому осанка. А осанка уже подразумевает, смотрите, правильная осанка, подразумевает уже напряжение скелетных мышц определенным образом. Можно так сказать, вот тело, когда человек стоит, оно напряжено определенным образом. Если это стройное тело, вот подтянутое тело, там энергетический тонус совершенно иной. Если же человек стоит там как-то расслабленный, или он себя совершенно по-иному воспринимает, как человек зависимый, как человек подавленный, как человек, не добившийся в жизни, у него совершенно иная энергетика, у него совершенно иная осанка, у него совершенно иное здоровье, И естественно органы там опущены И прочее, прочее, прочее Вот в чем дело Поэтому я стараюсь Всегда для себя Что я в первую очередь человек А раз я человек, я должен себя нести достойно А не вспоминаю бабушку Ну, вообще-то молодец Сыребороника, упражнения для живота Ложитесь на спину, нужно делать Тысячу движений, втягивая и надувая Проблемы с кишечником Проблемы с кишечником будут меньше Лучше делать перед сном И осознанные сны будут чаще Столько энергии концентрируется И потом во сне она совершает Совершает полеты мне Ну, как-то так написал И разберем Да, тысячу движений, втягивания и Назад лёжа Что это способствует? Это мощная работа По стимуляции Солнечного сплетения То есть энергетического центра Стимуляция энергетического центра Солнечного сплетения Такое, понимаете Мощное, волевое И в результате вот этого Когда вы подаёте Свой волевой импульс На движение Видите, я такие вещи тонкие вам рассказывал Фиг, где вы там найдёте На движение Вы тем самым начинаете Из этого центра Вытягивать энергию И она наполняет Это такая, знаете Мощная энергия Которая заветует пищеварением Такая, довольно-таки Агрессивная энергия Заполняет ваш организм И получается Да, действительно Тело накачано Энергией Итак Вы поняли Стимуляция Волевая стимуляция Этого центра Область солнечного сплетения Это источник удовольствия Боли Это самая мощная энергия По силе своего воздействия Это самая Неконтролируемая И неуправляемая сила Поскольку, в принципе Эта область Не является областью Осознанность Здесь есть лишь Потенциал осознанности Не пробуждённые Эмоциональные люди Выражают эмоциональную волну Совершенно хаотично Манипура Чакра солнечного сплетения Всё В области солнечного сплетения Она выглядит как круг Окружённый лепестками лотоса Из её нижней части Выходит стебель Которая доходит До позвоночного столба Каждая из семи чакр Это манипура Так-так В случае с манипурой Ага-ага-ага-ага Вот интересно Смотрите Из его нижней части Выходит стебель Которая доходит До позвоночного столба Каждая из семи чакр Соответствует Одной из семи Тонких тел человека Которые В совокупности Образуют ауру В случае с манипурой Это астральное тело Аха-ха-ха-ха Манипура Это центр внутренней личности Силы человека Мощи Мощи Понимаете И теперь вот смотрите Молодец Сергей Баранников Что затронул Это А видите Как я раскрутил Почему Почему Это работает Так Отсюда идёт Проблемы с кишечником Будут меньше Да Будут меньше Но если там имеется Это вялый кишечник Будут меньше Но если там имеется В кишечнике Болезнетворная микрофлора То туда надо добавить Тмин Тмин Добавить Не разжевывая Вот он нормализует Микрофлору кишечника То есть Если вы это будете делать А проблемы с газообразованием У вас останутся Это говорит Что проблема не связана с этим Видите Разные проблемы Так Лучше делать перед сном И осознанные сны Будут чаще Осознанные сны Теперь смотрите Она связана с астральным телем А что у нас выходит Астральное тело Астральное То есть Звёздное тело То есть У нас имеется Тонкое тело Которое может Из нас выходить Но если Энергии И оно выходит во сне И если энергии У нас мало Её не хватает Знаете Как вот Ракете подняться На орбиту Нету Она не достигла Определённой скорости Мощи И она только Завалилась А вот если она вышла На орбиту А для этого Побольше надо энергии Она уже там будет То есть Там первая скорость Вторая скорость Космическая Там третья Скорость Космическая Так и тут Нам надо Наэнергетизировать Свой организм Для того Чтобы он Во время сна Когда у нас Отключено Сознание Мох Вот во время Осознанного сна Вы могли Осознанно Выйти из тела И совершить Астральное путешествие И как раз Манипура Чакра Связана С астральным телом Вот Где собака Зарыта Столько энергии Концентрируется А потом Во сне Совершаются Полёты Да Для того Чтобы полёты Совершались Во сне Нужна энергия Её много В детстве Её много В юности А В пожилом возрасте Привыкаем К земле Энергии Нету Так Отлично Сергей Баранников Видите Как Мне главное Дайте Только Как бы сказать Зацепку А дальше Я тут Раскручу Так Кула Так Владимир Пташкин Одновременно Убрать Жирь живота И нарастить Мясца Это Мягко говоря Весьма Проблематично Точно знаю Что если Перейти на Веганство На Веганство На пару Месяц Это живой Уйдёт Но последним На веганство Ну и что Что я Перешёл На веганство А потом Опять Я вернулся К нормальному Питанию Ну К общепринятому Питанию И опять То же самое Получилось Мне надо Так Чтобы я Сделал И оно Было Было У меня Далее Я его поддерживал А не то Что я сейчас Тут допустим Поголодал На веганство Там Ещё Что-нибудь Там Такого Принял Там Допустим Мочегонное Там Слабительное Всё это Там Вылетело Я О Добился Добился Ну и что Что-то Добился Разные Разные Методы Разные Цели И Разный Результат Должен быть А не просто Там Поэтому Это мне Владимир Не подходит Что там Уйдёт Там И так далее Да Конечно Питание Надо поменять Да Объём Надо поменять И придерживаться Его Всю Оставшуюся Жизнь Так Сейчас Лучше Чем Тощий Сейчас Лучше Чем Тощий Ну Такой 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 Видите Я Вам Показывал Фотографию Что я Весил 117 Килограмм Мощнейший Это Мощнейшая Машина Была То есть Я был Такой И Живота Особо Там Не было Всё Понимаете Молодость Гормоны Всё это Там Нормально Ну я вам Покажу Фотка А потом Когда я Начал Заниматься Я Можно так Сознать Я свою Индивидуальную Конституцию Сначала Раскачал На вот То Чтобы она Поднимала Там Вот эти Вот Веса Далее Я Из Раскачатого Состояния Перевел В такое Где там Нужна там Гибкость Где там Какая-то там Стройность То есть Вывел Из Из Того Индивидуального Равновесия Которая Свойственна Мне И потом С возрастом Я вот как-то Когда особенно Там Телевидение Было Я особо Ничем Не занимался То есть Это пять лет Это сплошное Там Телевидение Это сплошные Там Съемки Это сплошное Там Хотя Можно было Всё Упорядочить И заниматься И Ну кроме Там питания Из-за Голодания Я Особо Там Ничего Такого Не поддерживался Вот Поэтому Вижу Куда-то Вес Так Вырос Как-то Надо Оформить То есть Одно Дело Вес Попрёт Действительно Живот Или ещё Куда-то А другое Дело Оформит И вот Я начал Оформлять То есть Я специально Не разъедаюсь Вот Например Сегодня Так как Я вчера Переел Я сегодня Только пообедал Чего есть Когда Когда Только Ночью Переварила И всосалась Там под утро И я сыт И я вот это Вот слежу за собой Я Стараюсь Не есть Если я сыт Вот как Только Закончилось Всё И тут я могу И переесть Но дождаться Пока У меня проснётся Чувство Голода То есть Мой организм Подскажет Что он Всё усвоил И теперь Пора На новое Переходить Вот Тогда-то Я ем Сейчас Лучше Чем Тоще Поэтому Поэтому Вот Это Всё Как-то Само Собой Попёрло И я Просто Решил Вот эти 100 с лишним Килограмм Кстати Я сейчас Сижу 105 килограмм Мешу Оформить Придать Что-то Такое Знаете Чтобы То Чтобы Мне нравилось И было Более Менее Функционально Потому что Я помню Когда У меня вот Живот Действительно Увеличился Больше Чем там Это И Он Меня Стал Душить Мне Стало Трудно Дышать Мне Стало Трудно Работать Сердцу Я не мог Толком Нагнуться Было Что сказать Было Поэтому Я не хочу Чувствовать Себя Некомфортно Я хочу Быть В зоне Комфорта Так Сырья Римский И вакуум Не поможет Ну Не поможет Так не поможет Пока рано Говорить о том Что нам поможет То есть Мы Это будем С вами Ну примерно Может быть Через месяц Там еще Там что-то Там выставлю Через месяц Еще И концовка Это Где-то 1-2 Января Или 31 Декабря Вот это Посмотрим Чтобы это Как-то Наглядно Я ставлю Это видео Запасник Отложу И когда Я сделаю То новое Видео Через 3 месяца И мы вот так Опа Сравним На тех же местах И посмотрим Что там Изменилось Так В праве Око Возрождение Дюжи помогает Око Возрождение Есть такой Тибетский Комплекс Можно его Использовать Отличная вещь Вообще-то Важа Здоровца Поддерживаю Не такой уж и большой У вас живот Оказывается Но все же Он есть И вы молодец Что решили снимать Такие полезные ролики По упражнению По убиранию Животов Вот Именно Вот этот посыл И был у меня Это я для себя А вы смотрите Если это понравится И вы увидите результат То скажите А почему бы и мне Не сделать Чем я хуже Этого Петровича Так Юлия Все бы так выглядели Ну Спасибо Александр Билеев Ваши возраст И Петрович Вы идеал Российского мужчины Многие из нас Очень хотели бы Сбросить лишние килограммы Но как писали вы В своих книгах Плоть глупа Плоть глупа Это вот Я сейчас Признаюсь перед вами Это я позаимствовал Чужое Чужое выражение На самом деле Плоть не глупа А глуп сам человек Недалеко Его сознание А плоти Все равно Плоть Это инертная масса Которая сознание Может придать форму Любую Очень трудно Справиться Со своими Неизменными Привычками И Начать развиваться Духовно Поэтому Вы учители А мы ученики Спасибо Вот именно Привычки Наклонности Наши черты Характера Мешают нам Для того Чтобы все Вот это сделать Хотя бы тот же Живот Убрать На сантиметр Два Три Надо Многое Изменить В своей жизни И более того И этого Придерживаться И это уже Будет духовная работа Питалка Это отрезанное Уменено Потребление Сладостей И легких Углеводов В виде хлебушка Будет не лишним Геннадий Заглянуть на канал Алексей Ворон Там он В одном из видео Более подробно Научно Объясняет причины Уточнение Низов Ну хорошо Я не буду говорить Что я стал Специалистом По питанию И прочее Прочее Я для себя Отлично понимаю Что вот Хлебушек Картошечка Этому Способствуют Когда человек Питается Какими-либо Продуктами Он становится На них Похожих По форме Хлебушек Каравай На него Картошечка На него А вот Если будем Огурчик Там есть Уже Как-то Будем выглядеть Более стройной Так Татьяна Ефримова Посмотрела Видео Алексея Быстро И напорно Говорит Не для меня Скорее Для молодых А это что Это Алексей Ворон А Алексей Алексей Ворон Да Но Не Не этом Дело Он на завтрак Рекомендует Сочетание продуктов Которые Может привести К вздутие живота Это яйцо Сыр Яблоко Вот смотрите Прекрасно Если вы Съели яйцо Сыр А потом Яблоко В вздутие живота Обеспечено Редкие Молодые Люди Справляются С этим Без проблем У всех остальных Та иная Степень Загазованности Гарантированная На мой взгляд Яблоко Тут лишнее Это сочетание Незательности К здоровому питанию Да Все фрукты Ложим потребляться За полчаса до еды Буквально Таких можно Передвижность Есть Они проскакивают Это Аскема Второй вариант Завтрака Бекон Жареный Или вяленое Мясо Это вообще Кошмар Мало того Что эти продукты Вредны для человека Так еще Он рекомендует Для завтрака После этого Мне хочется Его слушать Ну смотрите Бекон Жареный Или вяленое Мясо Это довольно таки Продукт Который требует Много времени На свое пищеварение И усвоение Если человек Работает грузчиком И молодой Пожалуйста Ему надо наесться И тут это Пойдет А ежели человек Пожилой Он на пенсии Он просто Напросто Некоторые люди Не могут Этот бекон Перевалить У них не хватает Энергии Ежи такие люди Их Охо Сколько Так Юрий Морозов Петрович Поддерживаю Ваше начинание Маленький совет Придерживайтесь Низкоуглеродной диеты Меньше мяса Немного мяса Побольше овощей Можно творог Поменьше сладко А лучше исключить сладкое И применять Аэробные упражнения Например Продолжительный бег Трусой Плавание Изданное велосипеде Либо использовать Велетренажер Или беговую дорожку Само упражнение Для мышц Принеса малоэффективно При борьбе с лишним весом Жирок будет уходить Если Энергозатраты Будут больше Потребляемых калорий Удачи всех Смотрю вас регулярно Спасибо Спасибо за допутствие А вот тут А вот тут Знаете Очень интересно Это Это хитрое Вот это упражнение На вакуум живота Его Многие не понимают И недооценивают По причине Недопонимания Но Оно делает Такие Очень-очень Интересные Вещи Я вам должен Сказать Естественно Это Все тут Правда Все надо Придерживаться Так И Татьяна Бондарева О А так как Я Перед этим Потренировался Кое-что Я вам Буду вставлять И свои Тренировочки Что я там Я делаю Что там Я так Сказать Благодарю за просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь На канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Вы можете Посетить Бесплатно Мою авторскую Библиотеку На сайте Малахо.про Доброго здоровья И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok